В Ульяновске состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса под руководством губернатора Алексея Русских. По словам главы региона, ситуация с заболеваемостью остается сложной, как и в целом по стране. Ежедневно в Ульяновской области заболевает более 500 человек, и система здравоохранения работает в напряженном режиме. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией главой региона было принято решение о введении дополнительных антиковидных мер на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. Будут закрыты торговые центры, предприятия «Соцкультбыта», спортивные учреждения, отменены массовые мероприятия. В первую очередь будем открывать предприятие, так называемое «Ковид-фри», там, где 100% персонал привит, и пускать посетителей будем по QR-кодам. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее, мы все в этом крайне заинтересованы. По состоянию на 28 октября Ульяновская область переместилась на шестое место по суточной заболеваемости COVID-19. Неделю назад наша область была на 17 месте в этом антирейтинге. Поэтому в разработке находится указ губернатора об ограничительных мерах после выхода региона из режима нерабочих дней. Соблюдение населения масочного режима и социальной дистанции отдельно прописано. Действительно, и президент подчеркивает, что есть вопросы во всех субъектах с его соблюдением. Кроме того, введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания с 23 до 6 часов утра, то есть по всей России такое требование вводится уже. Усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта и в местах массового пребывания людей. Введение допуска на посещение граждан и отдельных организаций только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию. Одним из самых важных вопросов на заседании стала работа в условиях ограничений. Учреждения социального обслуживания, предприятия непрерывного цикла продолжат свою работу в период нерабочих дней. Поликлиники будут работать 3-4-5 ноября с 8 до 16.00. В остальные дни в обычном режиме. Продолжится вакцинация. Запланировано не менее 30 выездов на промышленные предприятия. Продолжится осуществление дистанционного наблюдения за пациентами, получающими лечение на благотворном этапе. Продолжим осуществление забора мазков, в том числе и помощь дому. В период нерабочих дней в регионе не будут работать учреждения образования, школы, колледжи и вузы. Что касается детских садов, в ряде из них организуют работу дежурных групп. Привезти в них ребенка можно при наличии справки от родителей о том, что те будут работать в очном формате с 30 октября по 7 ноября. По словам руководителя профильного ведомства, учебный процесс не пострадает. Педагогами будет проведена корректировка календарных учебных планов, таким образом, чтобы наши школьники были обеспечены полнотой общеобразовательной программы каждого уровня. Главе региона также сообщили о том, что ульяновцам нет необходимости закупаться продуктами питания и товарами первой необходимости впрок. На предприятиях торговли сформирован весь необходимый запас продуктов питания в случае возникновения повышенного спроса на товары в период с 30 по 7. Также дополнительными предприятиями торговли в этот период времени будет организована доставка продуктов питания. В период нерабочих дней за соблюдением ограничительных мер будет установлен контроль. Работа колл-центра Ульяновской области по обращениям ульяновцев на номер 122 будет продолжена. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.